Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос, заранее приношу извинения, но вы мне объясните, вот как получается и как вам исходя из этого быть. С одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие на специальной военной операции, и многие в округе их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге, ну, центр такой мерзотной либераты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей, начиная от Волкова и заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить. Как вот этой системе удается привести в чувство, тем более у нас канун 9 мая, а это наш великий праздник, и, конечно, будем его отмечать. Ну, то, что вы сказали, Владимир, нельзя с вами не согласиться. Владимир Рудольфович, мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось. И горожане вас будут очень ждать на вашей лекции для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я думаю, что, я надеюсь, что это было в горячах и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком. Людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком. Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть я должен говорить, сказать, с губернатором? Или там следить за базаром, поганой метлой? Это что сейчас было следить за языком? То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступная группировка в Бандитске? За языком следить? Это у нас теперь государственный муж. А может еще присоединиться куйвышеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Может теперь еще куйвышев и туда пойдет, а?